За последние полтора месяца в результате боевых действий 12 мирных жителей погибли, 57 ранены. По данным ООН, это самые масштабные потери за год. Обстрелы ведутся вдоль всей линии соприкосновения. Поселок Гранитное с начала боевых действий покинул каждый второй, однако, несмотря на постоянные взрывы, люди возвращаются домой. Почему? Видела Виктория Чистюхина. Улица Набережная в Гранитном одна из самых обстреливаемых. Часть людей отсюда выехала, часть погибла. Оставшиеся пытаются жить дальше. И это несмотря на то, что обстрелы слышны здесь каждую ночь. Сейчас в Гранитном около трех тысяч человек. В поселок возвращаются люди, надеясь, что самое страшное они уже пережили. Елена приехала на родную улицу Набережную три месяца назад. И свой дом просто не узнала. А твоя пострадала крыша? Потолок вот-вот рухнет. После обстрелов и пожара обгорели стены. Пробомбили градами, ранила соседов. Теперь семья живет в летней кухне. Без воды, газа и удобств. Мама Елены Екатерина Елеферовна почти не ходит. На полтора года Елена с сыном выезжали в Николаевскую область. Но обустроиться так и не смогли. Куда бы ни выехал, у тебя никогда не будет своего. Все равно забоешь, как бы будешь под забором. Юрий Хайтулов даже за порог собственного дома не выходит. С трудом делает несколько шагов, встречая журналистов. У мужчины ДСП. Часто так гуляете, Юр? Да. Он всегда очень ждет гостей. Но кроме мамы его никто не навещает. Четыре десятка лет она ухаживает за сыном. Юра рос здоровым до первого класса. Но в шесть лет пневмония дала осложнение на нервную систему. Профессора, все врачи его обсмотрели и сказали нам, что его неправильно лечили. Ребенка предлагали отдать в дом инвалидов. Но Раиса Григорьевна отказалась. Я его никуда отдам. Никуда не отдам. Я говорю, буду воду, хлеб макать, но я его никуда не отдам. Я не считала, что мне трудно. Но теперь, конечно, трудно. За два года войны болезнь мужчины усугубилась. Речь ухудшилась. Из-за постоянного стресса нужно принимать больше успокоительных препаратов. Ими у Хайтуловых и так заставлен весь стол. На пенсию и пособие по инвалидности много не купишь. Питание для сына – это в основном каши. Они есть в наборах штаба Рината Ахметова, которые Хайтуловым принесли на дом. Леонид Леонидович, большое спасибо, что вы поддерживаете, помогаете. С продуктами, маслом, все-все дают нам, все. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы никогда не знали боли, горе, чтобы у вас никогда не было, чтобы никогда в семье все было в порядке. Большое вам спасибо. Да, очень, конечно. Трудно с больным. В Гранитном раздали почти 800 наборов выживания. Для людей приезд волонтеров – событие. Алексей Иванович Крюк оделся как на праздник. Люди, мы выходим. Жизнь идет. Жизнь остановить невозможно. Ринат, огромное спасибо тебе, что ты есть, что ты таких, как ты, очень мало в нашей стране. Спасибо огромное. Каждый четвертый житель Донецкой области испытывает нехватку медикаментов. Каждый пятый остро нуждается в еде. Таковы данные Киевского международного института социологических исследований. Это по-прежнему высокие показатели, хотя они уменьшились по сравнению с 2014. Эксперты связывают это с объемной и регулярной помощью международных миссий и украинских благотворителей. Благодаря масштабной гуманитарной поддержке жителей Донбасса с начала конфликта удалось стабилизировать ситуацию с потребностями. Три четверти гуманитарную помощь, которую получают жители Донецкой области, это помощь штаба Рината Ахметова. Мы выдали порядка 8 миллионов 800 тысяч наборов. Наши волонтеры объехали 90% сел при фронтовой территории. Каждый пятый респондент в ходе исследования в Донецкой области отметил, что в его населенном пункте ведутся боевые действия. 80% опрошенных считают, что ситуация с начала военных действий не изменилась. В то, что в этом году конфликт на Донбассе завершится, уверены лишь 17% опрошенных. Мы видим, что, конечно же, есть большие нужды. Люди страдают от не только самих вооруженных действий, но и от их последствий. Поэтому мы считаем, что важно в первую очередь оказать помощь сейчас, которые возникают, но и работать очень долго потом над последствиями. Десятки тысяч жителей поселка вдоль линии соприкосновения остаются в зоне риска. Игровая площадка единственного детского сада в Гранитном расположена именно в таком месте. Полетели все на место. Дети уже знают, когда начинаются обстрелы, нужно бежать в здание и ложиться на пол. Однако после всех ужасов войны они никогда не станут прежними. Начинают дети как бы заикаться, вот речь у них не особо такая вот идет. Конечно, были очень сильные обстрелы, и дети это все слышали. Нам нужно, чтобы закончилась война. Это самое главное, Господи, для нас. А это выпускники детского сада. Уже через полтора месяца девочки и мальчики впервые сядут за парты. Мы застали репетицию их выпускного в Доме культуры, в крышу которого два года назад попал снаряд. Дети пели о мире. Нам нужен мир, тебе и мне! Виктория Чистюхина, Евгений Якунин, Владимир Конопля, Николай Исыченко, Алексей Бова. События недели.